Олег, как состояние музыкальных групп в России? Какие жанры музыкальных групп в России? Так, у меня такое ощущение, что сейчас как-то всё не так разнообразно и здорово, как было раньше. Сейчас очень большое значение, такое у меня ощущение, занимает рэп. То есть, что-то такое, перекочив под музыку. Интересное вообще дело, то есть, например, Макаревич, известный авторитет, тот самый лидер машиного времени, о нём хорошо отзывался. Рэп – это то, что раньше было бардовской, авторской песней. То есть, то, что раньше пели у костра по гитару и то, что… Ну, не совсем так. Ну, в общем, так высказил Макаревич. Ну, да, сейчас поп. Поп, наверное… Как тату. Что-что? Тату? Ну, да-да, по всему миру известны. Не скажите, что русская группа. Ну, это менеджерский. Тату играли прекрасную песню, как «How soon is now» by Smith, you know. Как? Как? «How soon is now» – это прекрасная для меня песня «Smith», you know, Smith? Smith или английская группа, 80-х. Это прекрасная песня, я не знаю. Они играли хуже, играли, но это важно. То есть, не знаю, в общем, музыка, по-моему, в упадке, как мне кажется. Вот вы, кстати, можете… Нет. Ну, смотрите. Я, например, давно уже сформировал свое мнение по этому поводу. И могу, значит, следующее сказать, что, к сожалению, конечно, может быть, во многом, что было раньше, вот, хорошего, да, то есть, сейчас от этого остались какие-то шаблоны. То есть, и музыку сочиняют в основном по… исходя из тех шаблонов, то, что вот раньше было хорошего, да, то есть, все это… То есть, эти шаблоны можно перечислить, да, по паттинам. То есть, там, блюз, там, хард, там, хэви, там, поп какой-то, да. То есть, опять же, вот, и все по этим шаблонам строится. Но что вот в русской музыке, да, вот, было, ну, отличительной чертой вот от всех западных групп, вот, на заре зарождения, там, вот, русского рока, да. Вот, то есть, основным моментом было то, что в западной музыке как раз ключевую роль играла таки музыка, потому что у них, ну, не в обиду, так сказать, английскому языку, да, и вот, так уж сложилось, что все песни, к сожалению, котировались только на английском языке. То есть, на другом языке как-то это все не так было, вот. То есть, и немцы, и шведы, аба там, да, то есть, все пели только на английском языке. Вот, то есть, английский язык, он немножечко такой шаблонный по сравнению с русским языком, вот. И тут появилась такая дилемма. То есть, вся английская музыка, она была хорошая в плане музыки, а вся рок-музыка в России, она была хороша в плане, вот, именно текстов. То есть, были очень хорошие стихи, то есть, Виктор Цой, да, мы все знаем Виктора Цоя. Хорошие стихи, там, там, ну, группа, там, такая вот, машина времени, да. То есть, тоже очень хорошие, проникновенные, там, глубокие тексты, вот. Но музыка в некотором роде все-таки от западной чуть-чуть отставала. То есть, в плане, там, даже... Ну, исторично. Ну, даже банально, вот, в плане звукозаписи, даже, вот, не было такого подвижения. Мы… . Сейчас мы подошли к тому, что уже стало более все это, конечно, всем понятно. Сейчас стали все записываться уже на уровне западных команд, даже русские группы. Но утратилась именно та изюминка, которая была раньше. Сейчас уже еще все более стало шаблоном, даже и звукозапись. То есть, допустим, взять, например, один альбом от другого, да? Если, например, взять два разных альбома Битлз, они даже по звуку будут разными. То сейчас все стало записываться одинаково совершенно, и музыка стала шаблонной, запись стала шаблонной. Может быть, даже и тексты я уж не говорю там. Ну, то есть, грубо говоря, в этом весь упадок и происходит. То, что все вот оно постепенно, так сказать, упорядовывается, и в этом теряет свой какой-то, не знаю, там, пикантность свою, вот эту новизну, там, изюминку, как это назвать. Я не знаю, у меня однокаждый играет на парабах, в какой-то конторе он играл А, в какой-то конторе он играл А, в какой-то парабах, он играет в коммуникаторе, он играл А. А. нет но это понятное дело что про качество записи там это уже носители мы не будем там вот я имею вот я имею ввиду в плане вот подхода к записи да там как раньше писались beatles то есть например сейчас такое себе там страшно представить да но тем не менее вот и берут они так сказать вот взять там там барабанные там партии там ринга да который там какие-то барабаны какие-то звучат ну как картонные коробки да то есть он на них клал листы бумаги вот тряпки какие-то вот и колдовали совершенно получался удивительный звук вот так уже не пишут все через меди и был самый худший день в моей жизни но по крайней мере то есть уже определился какой-то определенный стандарт звука да то есть все знают что есть какой-то вот стандарт звука и все к этому звучанию стремятся и получается что все оно как-то какой-то все сваливается куда кучу и то есть нет их то уже индивидуальности что все стремятся к чему-то в том числе на русском языке signed на русское запрещено или и мостской облачет название заканчивается на русском языке с классом планы цар치 за ссора а потом ну что рисую но когда радио как и чтобы вывести с амерческой в виде строго без питьюджок она велел Streamят в середине строительство с мультики пояне музыки можно найти где-то в интернете среди более или менее коммерческой музыки которые где-то крутятся или более-менее популярно трудно найти то есть даже ну саунд продюсер да например вот современный стану продюсер если он сейчас услышит партию и допустим записанную в таком ключе до которым запись у из битлз он кажется вот и хэл что это что-то какая-то ерунда то есть это продюсер неправильно нужно закреплять то на мусика на атака в тех и опять коррековое струкнити коммуникациями димон интернет коннер кисти и висели в стриме е норма и четвий секс Я думаю, что все становится... Потому что интернет может быть возможность, например, из-за того, чтобы создать музыку, из-за фотографии, из-за фотографии, из-за того, чтобы писать книги на блоге. И поэтому даже музыка не может быть отличным от этих новых инструментов. Не может быть в этом, не может быть в этом, но не может быть в этом. Хороший блоков говорит. Интернет тут нельзя игнорировать, что интернет дает возможности писать книгу на блог, делать фотошоп на фотографии, и тут тоже делать музыку, скажем так. И тут уже такой строй, который не исходить из этого уже невозможно. Значит, с тех пор, как умерла музыкальная индустрия, музыкальная индустрия умерла, больше никто не будет покупать компакт-дисков, и больше никто не будет покупать никогда, я думаю, музыку за деньги. Сейчас, наверное, последние компакт-диски продадут, и все, и музыку будут слушать исключительно в интернете. Я и в концертах живем. Да, то есть, как она будет развиваться сейчас? Я с вами, я с вами. Значит, музыканты будут зарабатывать деньги исключительно на концертах, и, может быть, получать какие-то деньги за счет рекламы, за счет того, что вот на записи, на музыкальный будет ставиться какая-то реклама. Сейчас есть три, точнее два исполнителя. Елена Военга и Стас Михайлов. И больше никакой музыки не будет еще очень долго. Вот мы сейчас сидели и не могли вспомнить никаких исполнителей после того, как в начале 2000-х годов отпели Земфира, группа Звери, еще раньше загнулся Мумий и Тролль. Вот, ну и все. Сейчас Стас Михайлов и Елена Военга. Танцы Минус там еще какие-то... Нет, я об этом говорю с сожалением. То есть, мне за это стыдно. Но в этом есть и получится. Ну, опять же, никто отыграл, он не отменял. Но... Он отыграл этот пионерщик. Конечно. Но, например, от моего любимого Чеберкова тоже никто давно ничего уже не слышал. Ну, хотя бы, но... Пожалуйста, я хочу спросить о вашей опыте, как вы говорите? Ваш опыт. Опыте на Новокузнецкой когда вы играли на улице 3 бестонных. Не знаю? Нет. Нет, не было бестонных, но, ну, это не было вот это. Но, конечно, это был ракузник. Но я решила, я говорю другую, но я сказал, что я что-лик давал пространство... Но мне понравилось, что эта респота респондессе, типа, ну, но ты, спустим, мне это интересовало. Да, давал пространство, то есть, по-пределинджер. Но мы не говорим русский. Да, спустим. Это было бы, это было бы, а выговорили на повреждение о правильной детей и как а с кем? И на? Сунуло пимо их? Да, и их не было ни с с нет, они не было с с с нет, они охраны музыка рок, а из других странно. Но ведь они – это то, что выгодные, но у них все было по-п overlookе их, в том числе своим индивидуям. Да, они по-пальше, не только для элиты, А почему говорили? в странах. Да. Потому что, как сказать, обычно их брезгут, а тут привет Володе, допустим, грубо говоря. И они приобретали какое-то внутреннее пространство. Володя, в принципе, он сенсадит. Он больше уже не бомж, а он. Бездомный, который любит рок, который когда будет отцепить и так далее. Да, и они начинали чувствовать все речи с теми сами. Возможно. Он чувствовал? Он чувствовал себя личностью. Он сенсадит его на персонах. Грациям Лоренсон. Уважаемым человеком, да. И может рассказать, что-то о некто, на вашем опыте играть Какие-то там прикольные случаи. А интересные случаи? Без предельщики. У нас очень много интересных случаев. Олег, давай ты нам рассказывай. Обильно. Так. Давайте я расскажу. Значит, давай начнем с тебя, потому что я сейчас Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Так. Один случай, который мне просто впечатался на много-много лет вперед. Когда мы играли еще на Манежной площади, меня поражало, что Манежная площадь – это около Кремля. То есть Кремль и вот около него площадь. Дежурят там менты, милиционеры, полицейские, мусора в народе. То есть, что такое мусор, это тоже хорошо бы отдельно перевести, как ментов называют в России. И каждый вечер они подходили к нам и брали с нас дань. Меня поражало размеры, что группа, которая играет около Кремля, около резиденции президента России, берет 200 рублей. 200 рублей. То есть, 200 рублей стоит поиграть около Кремля и можно там сделать все что угодно, заложить бомбу там, в том числе идеологическую. Но против этого боролись более высокие чины. То есть, если к нам подходили милиционеры, ну, в чине, в звании, допустим, сержанта, старшего сержанта, то есть, самое низкое звание, то проверяющие, которые уже в более высоком звании, со звездочками, офицеры, то есть, понимаешь, между офицером и сержантами, да? Сержантами, да? Они иногда приходили и, значит, вступали с этими младшими взяточниками в интимную связь. Как это можно сказать-то, да? Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... Ну, то есть... И вот периодически, значит, вот эти сержанты нас предупрежали, что идет офицер и поэтому нужно быстренько уйти или не играть. Один раз они нас об этом предупредить не успели. И выбегает полковник, выбегает полковник, но это очень большой офицер. Вот. Он, в частности, зимой имеет право носить бараньевую шапку, каракулевую шапку. Вот. И подбегает к нашей баночке, к нашей банке, в которую бросает публика нам деньги. Вот. Достает, значит, берет охапку денег и начинает их рвать. И вот он с ярости их рвет. То есть, не знаю, сколько там он успел нарывать. Наверное, три или четыре купюров. А деньги их ведь порвать трудно. Вот. Ну, то есть, бросил это и весь покраснел и убежал. И вот, поиск, у него есть, ёли, облаковине манеры шапкин, и беды иśмуров. И вот, да, я… И вот, поиск и хамбы, я собираю. П Ecco, эд... Пуслид, да, моему! … Манеры пули, да, да. Россия, да, да. Ди, да, твои пули, да, да. И вот я, да… РИТА, да, да, всё. РИТА, да, да… И вроде, да, 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 да. Видеи, да, 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 да. И таковарно, да, да. Я вам вспомнила случай, это случай из моей одиночной практики, я как-то играла одна на улице Нарбате, на гитаре и пела. И есть у нас такой помощник, который собирает деньги, ходит со шляпой, зовут его. И у него прозвище Викарий, мы его хорошо достаточно знаем. И мы перед началом моего мероприятия пошли с этим самым Викарием в магазин. Для того, чтобы у меня болело горло, мы хотели купить коньяк. Мы шли и радостно обезголвали о наших больших перспективах, о том, что сейчас осень, а мы так хорошо зарабатываем, а вот летом-то мы будем зарабатывать так, что каждый будет тысячу по сто за месяц минимум зарабатывать. И вот мы так шли и разговаривали, и в очереди. И вот мы стоим в очереди в магазин и громко это обсуждаем. И перед нами стоят какие-то два вот таких пропитых, тоже местных каких-то музыкантов, которые вот бренчат в акустике, не имеют никакой аппаратуры, потому что все пропивают. У которых постоянно сорвано хрипло и классно. Я все-таки за своим голосом обычно слежу, поэтому у меня более подвлекательно звучит со стороны вокала. И вот они слышат этот наш разговор, и один поворачивается и так усмыляется и говорит, «Девочка, ты размечталась? Какие сто тысяч? Я тут, говорит, пятьсот рублей на водку наскрести не могу!» Я говорю, «Ребята, я играю с подключалкой, поэтому у меня немножечко другие вообще расценки на все». Говорю, «Ой, девочка, даже мне вот просто сейчас на тебя материться не хочется!» В общем, ну сказали как-то так с насмешкой и немножечко оскорбительно. Я как-то посмеялась, про себя ушла. Пришла, значит, на место, где я играю, расставилась, начала петь. И я исполняла песню «Халстов праздник сам», она очень известная песня. Вот вокруг меня быстро очень собрался народ, там песни за три. Значит, люди стоят, слушают, и я слышу сзади голос, «Вот это да!» Друг говорит, «Давай подойдем, извинимся, скажем, что мы были неправы». И вот они ко мне подходят, чуть ли они на колени бухаются, и в один голос начинают извиняться, что «Девушка, мы же не знали, что вы, оказывается, вот так, что вы, оказывается, такого уровня исполнитель». Вот мораль в том, что, видите, даже такие люди, на самом деле, свою неправоту признают. А на самом деле это произошло, что вы помните с Викари, что вы помогали себе, и я делал и я делал и тогда мы говорили что сейчас в автонне потом в автонне потом в автонне и в автонне мы начали и мы не забывали спокойно когда мы работали в магазинах и там двоих музыкантов у меня все ротные все ротные и у меня в автонне и они и они выгоды и тогда ты ты и ты 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 вырос ты 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 а потом еще две песни, они создавали и они дали и вот они слышали эти две и они почти в гиноке и сказали, что не думали, что ты так на самом деле на самом деле в обществе это, в Демократике, что они готовы и вы понимаете, что они были в России. Красиво. То есть, какие-то другие люди? Ну, вообще, самое, конечно, из всего этого, что можно сказать веселого, это такая не отдельная история, да? Но это много таких случаев, тоже я всех даже людей не могу вспомнить, которые, что с ними так происходило, но, наверное, самое замечательное, это то, что когда люди приходят, и вот так они уныло сидят, там что-то после работы идут, да, вот мы там расставились, играем, вот, а люди, то есть, они до этого там и сидели, или просто мимо шли, вот, и вдруг у них в мозгу что-то вот так щелкает, что вдруг они слышат музыку своей молодости, то есть, они понимают то, что звучит не то, что вот они там каждый день там по телевизору слышат там что-то такое, звучит именно сейчас, именно вот живьем, и та сама их музыка, которая вот их вот в молодости их музыка вот была, и у них внутри вот что-то екает, они сразу становятся другими людьми, то есть, они забывают там свою работу, там все вот эти свои проблемы, там, они вот совершенно вот там подходят, что-то спрашивают, да, там такие вот бизнесмены там с галстуками, всевозможные вообще люди, они подходят, а я вот там раньше тоже играл, вот, круто, да, молодец, вот, и все вот это вот, и на самом деле вот это вот, наверное, самые вот такие сильные эмоции испытываешь, что ты понимаешь, что ты человеку, ну, человеку приносишь такую радость, что вот он, когда бы он еще так вот вдруг такими эмоциями вдруг проникся, что вот спорно там молодость, там, что он музыкой когда-то занимался. Да. и в практике случается это, что он видит многие люди, которые приходят в работе сколиона, а в некоторых моментах, бом, скатона молотой, и они слышат музыку, что это их музыка для молодых. Мы говорим о битл, ой, 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 ой. И они становятся другие люди. Сначала они с этой валикой, они сожгутят, и они сожгутят, и они сожгутят, и они сожгутят, а он говорит, что мы делаем это хорошо, так сказать, что это очень приятно. Видите, эта люди, в самом деле, с 24-летней, велика, и они сожгутят, и они сожгутят, и они сожгутят. Слушай, последний, а вы, если вы, если вы? Я только, может быть добавлю, что, вот, ребята, когда играют на улице, вот им сложно выделить какой-то один интересный случай, потому что каждый день работы на улице, он сам по себе уникален и настолько наполнен событиями, настолько разнообразные люди встречаются, то есть это может быть и депутат вдруг подъехать шампанским и угостить, и, может быть, какой-то тренировщик змей вдруг к ним подойти, или какие-то танцоры вдруг какой-то танец танцует, то есть и бедные, и богатые, и все это вокруг них за несколько часов концентрировано, что трудно видеть что-то одно, потому что каждый день игры на улице, он сам по себе уникален и интересен. У нас был поклонник, кстати. И самое интересное, что как раз вот в этом всем ключе происходящего именно люди перестают, так сказать, обращать внимание на свой именно жизненный статус какой-то, то есть и бедный человек, он как бы, приобщаясь к этому, вдруг раскрывается, становится вот, личностью себя осознает, и слишком-то, допустим, богатый человек, который, он бы там, допустим, в другой момент, да, не услышал бы этой музыки, к этому там какому-то оборванцу бы там за два метра бы не подошел, а тут вот он так может в разговоре с ним нормально совершенно вдруг начать общаться. Давайте. И она говорит, что у нее есть много указаний, что у них был депутат, который купил шампань. Я помню один, не помню, откуда взялся, это когда на Третьяковской. Наверное, помните, он нашел там половину, он таскал какой-то проект, рисунок, может, Кремля или что-то там, да? Он падал, падал, потом этот проект... Свои друзья уже оставили его, он все там был, хотели еще там танцевать, и с этим... То есть ходил, положил, потом опять... У него был вот такой А0, наверное, проект какой-то. Например, это первое, что он приходит. Слушай, у меня есть последние три вещи, потому что у меня есть время, потому что у меня есть время, но я хотел бы спросить, но я хотел бы спросить, что эта история, что он вышел, что в «Роке» у него была революция культурная и сессуальному, и это аргумент очень карто, что... не очень близко к сексуальной революции и поэтому, как это случилось в России? а потом, следующая вопрос, это просто какие их любимые группы? и потом, если они будут, если они могут услышать что-то аккумуляторно, они будут. значит, первый вопрос Вопрос, как повлияла на культурную и сексуальную революцию, тут в России рок-музыка, он говорит, что сексуальная революция, это очень близко ко мне, это тема, что вы сказали. Так, как повлияла культурная, значит, рок-музыка на культурную и сексуальную революцию? Так, давайте, как она повлияла? Повлияла. Она как-то повлияла. Она повлияла, но просто это влияние сказалось позднее, чем... Просто рок-музыка пришла, одно время пришел рок, свобода и секс. Просто у нас это произошло, в конце 80-х у нас все это произошло, позже гораздо чаще. Нет, ну тут нельзя так сказать, однозначно, что именно только рок-музыка на это, но она определенно повлияла. Там было очень много факторов. Так это и на Западе было много факторов. Те же факторы, что на Западе, но они просто влияние сказалось позже. Так, мы начнем с того, что во многих песнях стали петь о каких-то проблемах, о которых раньше не пели и не говорили нигде по телевизору. То есть я прекрасно помню, что были какие-то песни, из которых я узнавал. Как, оказывается, бывают, чувствуют себя там молодые люди или девушки, или что не один я такой дурак, что чувствую то, что вот кто-то поет в открытую. Там, допустим… Да. Да. Вот. Потом, например, для меня, честно говоря, именно из музыки стало понятно, что девчонки хотят того же, что и парни. То есть они тоже ищут себе мужика, ищут себе сексуального партнера. На музыке, я думаю, что люди хотят, кто-то хотят, что они хотят, что они хотят. Ильтур, быка. Ну, можно так сказать. Ильтур, Ильтур, Ильтур. 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 Ну, я не против такой интерпретации. Он сказал, что он мне послал на хер. Ильтур и хотят партир сексуальный. Ильтур. 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 Тут тоже говорят, какой бык, когда идёт хорошо. Говорят, говорят. Осеменницы. Окей. Ильтур, 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 ильтур. А ты ещё не кончил? Сейчас я прикину. Да, у нас кончат в Венере. Я вот хорошо помню, как ты просил тебя… Венера, приходите. А приход. Голос, ты на фоне говоришь про тебя пошлости, чтобы мы не говорили про тебя пошлости. но я не знаю, что мне понравилось, но в таком случае... Дальше две другие, которые очень простые, если вы можете говорить о ваших любимых группах, как говорится? Ваши группы любимые. Любимые. Какие группы вы взрушаете? Один, один, один. Я повернулся, пропаганда запрещена. Мне кажется, что, во-первых, я могу сказать за себя, но такое ощущение, что со мной в чем-то согласны все остальные. Есть несколько групп, которых мы любим все одинаково. Но это не значит, что любим их только мы, что мы какая-то секта любителей нескольких групп. Но мы их любим потому, что они просто самые лучшие группы. Это Led Zeppelin, Beatles, конечно, прежде всего. Ну, где-то там Deep Purple, Queen мы, наверное, все очень любим. И, несмотря на то, что у нас рок-н-ролл, да, ну, мы любим Led Zeppelin, ну, уже в разной степени. Но мы любим и, наверное, поп-музыку. Наверное, в конце 70-х, начале 80-х годов были сочинены все лучшие поп-песни времен и народов. Абба, Bonnie M. Ну, это то, что я могу сказать, наверное, за всех. Я сам люблю что-то такое анархическое. Ну, помимо вот этого, вроде Ramones или Sex Pistols. Хочется иногда все-таки вот как-то выплеснуть. Вот вы правильно сказали, что-то такое черное там из своей души, что-то такое без тормозов, unlimited, так сказать. Ну, и давайте все остальные. Ну, и маленький список. Ну, вообще, конечно, да. То есть, если так говорить про самые знаменитые ру-группы, конечно, понятно, они у всех на слуху. Это, конечно, выше из перечисленных. Это значит и Beatles, и Deep Purple, и Led Zeppelin. Вот. Ну, я, например, что я могу добавить только это, что Black Sabbath, ACDC, там, Rainbow, там. Ну, совершенно разные, но они у всех на слуху. То есть, они не нуждаются в особом, так сказать, перечислении. То есть, просто хорошая рок-музыка, хорошая поп-музыка, да. Но у тебя есть еще специфическая любовь? Это фанг? Ну, значит, ну, опять же-таки, джаз-фанг, да. То есть, моя любимая группа – это, значит, «Земля, ветер, огонь», значит, «Air, Wind & Fire», «Tower of Power», вот. Вот, то есть, Soul Music, да. Soul Music, да. Вот. И ты? Ну, я не могу. Ну, то есть, Олег перечислял уже группу, которая, в общем-то, да, мне тоже нравится. А так, я люблю вообще период 50-60-х годов, потому что была очень добрая такая наивная музыка, вот. И я люблю её слушать, вот. Американский рок-н-ролл, то, что было в Европе в это время, мне всё это очень интересно. А из современных интересно Эне своими обработками, очень приятно её слушать. Ну, и, наверное, вот, Барракуды, которые, опять-таки, в современной обработке играют его троп-н-ролл и 50-х годов. Группа «One, two, three, four, five», по-моему, называлась, которая у Квентина Тарантино в этом фильме «Убить Билла». Там такие три японки, японское трео, и вот они там, что такое, всё. Я люблю музыку, шестеро-зятеро, может, и пяти-зятеро, да? Да. И ты? Ой, я вообще просто люблю хорошую качественную музыку, неважно какого жанра, начиная с классики, заканчивая поп-музыкой. То есть я и включаю академическую музыку, причём не только рок. Вот, но при этом моя любовь вообще, в принципе, к гастрадной музыке началась с группы «Цеплин» и к рок-музыке. Я как-то её когда услышала, я сразу поняла, что, наверное, лучше я никогда ничего и не услышу. И электрическая, нет? Если качественная, то тоже. Почему нет? Продиджи, да. Вот Продиджи, вот я выузил. Из электронной музыки, по-моему, Продиджи – это, на мой взгляд, самое яркое и самое интересное, что вообще было. Потому что сейчас какая-то тенденция в электронной музыке, она немножечко больше опять к дискотеке. Однако есть неплохие и сейчас электронные шедевры, даже безвокальные, даже чисто элементарные, сейчас есть хорошие. Вроде же это, как сказать, электронный рок. Такой электронный рок. Но они про себя сами так говорили. Мне нравится больше. Ещё вот я люблю период хиппи, когда вот Джефферсон Ээроплайн, мама, сын, папа и тому подобное. Окей. Муад прибавлял в себя Вусток – это какой-то капус-аду, какой-то… Ну, сам со всех, кто играл на Вустке. …начальная и конечная точка человечества. Потому что до Вусток тут был технический прогресс плюс гуманный прогресс. После Вусток гуманный прогресс, технический прогресс продолжался. И гуманный прогресс, ну, человечество начинало деградировать. Симптоматический фактор – то, что Клинтур курил коноплю Вусток, но, наверное, он не дышал его. И потом бомбил Бельград, скажем так, да. Но, тем не менее, не то, что мы перестали что-то научиться и так далее. Мы всё равно вперёд. Но интенсивности что-то там… Что-то там… Мир как… Сломал. …живое существо, что-то сломался, да. И мир как живое существо, он начинал быть менее добрым. Мир как единое животное, скажем так. Это моя немножко теория, там, грубо говоря, так далее. Джутто Вернеллора, что, в Клинтур, прогрессу технику и уманистику. Потом прогрессу технику и уманистику. Потом прогрессу технику и уманистику. Клинтур, если вы делали кровь, но если вы respirали… Но это не в масштабах, конечно же, все истории. Это же не в масштабах всей истории. Это лишь какой-то маленький этап развития человечества. То есть там где-то что-то… Везде же ведь есть разные моменты… А, ну да, да, можно сказать, что это все помнишься. Ты просто сказал, что как будто это целиком… Вдруг какой-то… Но я живой уже другой уступ не увижу. Да, да, это… В твоем времени, конечно. В твоем времени, конечно. В нашем времени. Но я в могилу пойду, что уже другой 68-й… Другого не будет. Да, да, да. Я вижу, но не увидел. Ну вообще, ты завидует, что ты его вообще увидел. Мы, например, его не увидели. А может, что придет после моего смерти? Все-таки 20 лет разница. Не, может быть там. Я собираюсь жить где-то 80 лет, но с двумя последними… А если в основном лет был Клинтурский, да? Было, было. Мне было 4 года. А ведь все более того, он жил в Европе, поэтому он увидел гораздо больше нас. Не, ну… Ну гораздо больше, чем то, что… Сейчас, минутку. То есть, мои родители, которые не были хиппи, но у них в астрофизике работали, и там, там собирался алмазное ядро. Именно там, в астрофизике, вот там. Нигде в другом месте. То есть, в 1969 году, Изирайдер, их две мотоциклиста пиздили просто с оружием. Понимаешь? Да? То есть, значит, что в Америке, и то не то, что было все там зашибись… Ты против Изирайдера, да? Симптоматически, в 1969 год. Да, да, да. А в 1969 году, там, в астрофизике, это было вот такое ядро, и тут мне удалось, когда был маленький, услышать некоторые звуки и запахи, и так далее, в общем, и мне удалось там, как-то там, да, Чим Едрикс, Летцепель и так далее. Очень там, может, Мирком, там, Пив Флойд. Ну, потому что, вот это, если бы я жил в Европе, ну, мои родители были бы, там, не знаю, там… в ресторане работали, я хотел такой услышал бы, допустим. Тут есть еще такой, понимаешь, такой момент просто. Мне не понимаешь, но мои родители, а их коллеги, они могли немножко… Уже возле? Ну, пока, если дичь, нет, нет. На пути диаманте для contestации это ластрофизика. Мои генери, у меня, у меня более, у меня были антиконфотерфизы, но мои родители, они не могли бы, они не могли бы, они могли бы, но я не хотел бы, это было бы, потому что, если у меня, там, в тот момент, в Италии, там, что? Ну да, в Италии двигался, и так далее, но, как я ощущал, как я ощущал, как я ощущал, как мой, вот это все, вот это все, даже за кокобизи, пропитание, я получил благодаря ластрофизике, где работаю. 4 минуты. А сейчас, почему, я хочу музыку, и, и, да, 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 так надо открутить, да? Олеся, у нас теперь к тебе вопрос, почему ты не работаешь с синхронной приводчиком? Так, давай, немножко, это чуть-чуть, наверное, и в конце, ну, возможно, и, два минуты, три минуты, акустика. И, я, две минуты, я, снял, 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 снял. У тебя баса акустического, нет? Лиза, есть. Лиза, 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 акустический, да, да, и, вот, да, ну, ну, а здесь, что лучше с Фейсом? Это значит, Лом, а тебе нужно, Битлз? Лучше бомбер, А? Я хотя бы, да, и Битлз, потому что, а потом, у меня была такая, а, Людмила Чесова, который, очень не так, но, ну, ну, короче, надо. Может быть, Том, а тебе Бубе, да? Да, ей нужно больше, афа, афа, если они справятся с бубным, нормально. Так, в общем, Битлз подойдет? Хорошо, хорошо. А есть еще другие зенники? Нормальные? Нормальные, нормально. Аня, выходи. Приятного аппетита. Ага, приятного аппетита. Когда ты готов? Я вот здесь сядю, я вот здесь сядю. Так, ну ладно, а что играть? Алюра, асфет, асфет, асфет. Аня, 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 скажи, когда, когда... Когда ты готов? Все, готовы? Пожалуйста. Раз, два, раз, два. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok